У вас есть кухня? А на кухне холодильник с морозильной камерой, шкаф и полки? Тогда у вас есть тот набор продуктов, который вы всегда пополняете, когда идёте в магазин. Любопытно, но практически у всех этот набор одинаковый. Каждое утро, день и вечер готовятся обычные и одинаковые завтраки, обеды и ужины. Теперь всё будет по-другому. Дежурный по кухне. Для тех, у кого есть стандартная кухня и нестандартное желание готовить. Всем привет, это я, Владимир Павлов, и я сегодня дежурный на кухне телеканала «Еда». Самая обычная кухня, которую, наверное, можно встретить у каждого в доме. Ну, что здесь интересного? А здесь, конечно же, холодильник. А где хранить продукты? Конечно, в холодильнике. Также есть варочная поверхность. Также у меня здесь присутствует, конечно же, вытяжка. Также есть вот такие замечательные полки, где можно поставить различные стаканы, чайники, что-нибудь такое интересное, да? Вода. Вода течёт, есть вода. А дальше вот есть такой замечательный духовой шкаф и погребок. Погребок, где можно положить какие-нибудь специи, консервы. Ну, собственно говоря, всё как у всех. Ничего сверхъестественного нет, в том числе и здесь, на телеканале «Еда». Всё достаточно просто. И я сегодня пришёл не с пустыми руками, потому что я сегодня хочу вас порадовать очень вкусным, интересным, может быть, кому-то знакомым, может быть, кому-то незнакомым, но всё же очень вкусным блюдом. Итак, я с собой принёс лепёшки, лепёшки мексиканские, белые лепёшки. Я с собой принёс авокадо, вот оно. И я сегодня принёс цыплёнка, курицу, курицу. Я сегодня принёс курицу, копчёную куриную грудку. Что же это будет? Как вы думаете, что же это будет? А сегодня я хочу вас немножко взять всех телезрителей в охапку и отвезти в солнечную, тёплую Мексику, где готовят это блюдо достаточно часто. Но у нас в России я не сталкивался с этим блюдом, если честно, ни разу. Хотя оно похоже на всем известное бурритос или всем известное буррито. Но это не буррито. Это блюдо называется чимичанго. Те люди, которые любят блинчики с мясом, сегодня, ребята, ваш день. Сегодня ваш день, потому что сегодня я буду готовить блинчики чимичанго с копчёной курицей, рисом и томатной сальсой. Очень-очень вкусно. Я это уже пробовал, я вам расскажу по секрету. Поэтому никуда далеко не уходите. Итак, для того, чтобы приготовить это замечательное блюдо, что мне нужно? Мне нужно подпоясаться и найти рис. Рис у меня за спиной. Вот он. Я сегодня буду варить рис, поэтому я возьму такую кастрюлю. Кастрюлю. И, соответственно, рис это что? Промою, конечно же, промою. Для этого блюда я беру обычный рассыпчатый, круглозёрный, круглозёрный краснодарский рис. Поэтому что мне нужно? Я сначала его промываю. Так. Итак, всё, рис я уже промыл. И теперь что? Теперь мне надо поставить его варить. Тем более я сегодня пользуюсь чистой водой из фильтра «Барьер». Новые фильтры «Барьер» оснащены электронным индикатором ресурса «Оптилайт». И вы всегда будете знать, когда вам заменить старую кассету на новую. Поэтому почему бы не воспользоваться вот этой замечательной чистой водой? Как говорится, вода – основа жизни. Легко понять, когда менять. Добавлю сейчас сюда соли. Потому что если вы варите всё это дело в несолёной воде, то продукт у вас будет несолёный. Итак, рис я поставил вариться. Всё. И теперь что мне нужно делать? Теперь мне нужно подготовить те овощи, которые я буду брать для приготовления сальсы. Я беру лук. Лук, 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 лук. Смотрите, на самом деле мне сегодня понадобится два вида лука. Красный лук я буду брать для гуакамоле. А белый лук я буду брать для сальсы. Поэтому здесь немножко, как говорится, надо повозиться. Здесь немножко надо повозиться. Итак, лук. Репчатый лук. Его ещё, знаете, его ещё повара называют в простонародье лук-репка. То есть лук-репка – это значит репчатый лук. Я беру репчатый лук и нарезаю его мелким кубиком, потому что я буду этот лук обжаривать. Я буду этот лук, конечно же, обжаривать, потому что вы же прекрасно понимаете, все блюда, которые идут с каким-то мексиканским уклоном, да, там, конечно же, везде присутствует этот овощ под названием лук. Лук, чеснок – это обязательные ингредиенты, потому что они дают вкус, они дают аромат, они пробуждают аппетит. Они ещё, конечно, очень полезные. Очень полезные, потому что всё-таки в луке содержится очень много витаминов, которые помогают вам, ух, держаться на коне. Вот я сейчас заплачу. О-о-о! Ух! Лук, смотрите, как быстро я справился с луком. Для того, чтобы вы знаете, да, для того, чтобы не плакать, нужно что? Нужно быть мужиком и не плакать никогда. Ну, а если так, то можно взять ещё и помочить, смочить нож холодной водой, и, соответственно, плакать вы уже не будете. Дальше. Чеснок. Чеснок, чесночок. Иди-ка сюда, старичок, чесночок. Чеснок, конечно же, чеснок – неотъемлемая часть всех мексиканских блюд. Видите, как всё просто? Как всё просто. Здесь вы у меня на столе не заметили каких-то изысков. Всё очень просто. Ну да, я принёс авокадо с собой, согласен. Авокадо я принёс с собой, но вы же, когда готовите у себя дома для себя любимых, вы же не берёте там 50 штук каких-то авокадо, правильно? Берёте одно-две штучки, и могу вам сказать, что особо это по вашему кошельку не бьёт. Поэтому не стоит себя ограничивать, а можно себе иногда устраивать какой-то, знаете, такой кулинарный праздник. В этом ничего такого страшного нет. И опять же, хочу сказать, что это недорого, как вам может показаться на первый взгляд. Всё, всё, здесь уже всё хорошо. Ещё раз полосну нож, потому что чистота, как говорится, залог здоровья. И возьму один помидор, нарезаю кубиком, кубиком-рубиком, смотрите, раз, два, и всё готово. То есть это будет томатная составляющая. Тем более вы знаете, да, что когда используют томаты в томатной сальсе, да, то томаты должны быть спелые, они должны быть прям розовые, такие мясистые, сочные томаты. Ну и, конечно, что скрывать, да, не везде их можно встретить, не везде их можно встретить, не всегда их можно купить. Ну и, по правде говоря, ценник у них может быть, ну, атомный, да. Поэтому вы можете дополнить вкус томатов именно томатной пастой или же хорошим густым томатным соком. Идём к плите. Идём к плите. Рис, как ты, рис? Рис хорошо. Очень хорошую я сегодня посуду взял. Вот это кастрюля компании Эринген. Слушайте, я на самом деле уже испугался, что рис у меня пригорел, но на самом деле он не пригорел. Очень хорошая посуда. У него тройные стенки. Тройное дно, поэтому здесь и температура держится хорошо, ничего не пригорит, поэтому мне здесь очень нравится готовить в этой посуде. А если, например, вы собрали что-то тушить или томить, то эта посуда вам подходит вообще на 100%. В течение 4 часов держится температура, вы можете вообще выключить плиту и уйти погулять. Эффект будет, как, знаете, томление в русской печи, как в чагунке. Вот, собственно говоря, ребята специализируются именно по такой посуде, когда делают её толстой, с толстыми стенками, с толстым дном. Ну да ладно. Значит, смотрите, томаты подготовил. Лук подготовил, чеснок подготовил. Теперь, теперь это всё, наверное, переложу в миску, потому что всё-таки доска у меня одна, и она мне ещё пригодится, поэтому томаты я убираю. Дальше. Убираю я лук, убираю лук, чеснок. И теперь настало время курочки. Курочки настало время. Вот она курочка копчёная. Хорошая, вкусная копчёная курочка. Слушайте, ну, можете взять обычную курочку. Можете взять обычную курочку, не копчёную, но всё-таки с копчёной курицей будет, конечно же, вкуснее. Вот у меня здесь копчёные грудки куриные на косточке. Смотрите, какое жирное мясо, хорошее, вкусное. Я даже не знаю, сколько мне здесь взять. Мне, в принципе, наверное, хватит и половины. Но, чтобы не досталось это операторам, а никому, я использую всё. Вот такой я злой парень, поэтому уж извините. Ну-ка, ну-ка. Очень вкусно. Копчёная курица, это, конечно, ребят, ну, это копчёная курица. Здесь даже вообще ничего не надо говорить. Все, кто не любит кожу от курицы, не смотрите эту программу, потому что я буду использовать здесь кожу. Поэтому копчёную курицу я использую прямо вместе с кожей. Я нарываю, нарываю вот на такие волокна куриное мясо. Ну, ладно, вот это кусочек, и всё. И всё будет готово. Итак, значит, что я делаю дальше? Самая трудная часть рецепта уже завершена. Можно похлопать. Теперь рис. Рис готов, и сейчас я его просто промою. И будет очень всё хорошо. Так. Рис готов. Опять же, я промываю его чистой водой. Холодной. Чистой водой. И отношу его отдохнуть. Чтобы он у меня весь стёк. Я беру... сковороду. Сковородочку. И что я сейчас буду делать? Сейчас я, как вам и говорил, я буду обжаривать лук и чеснок. Лук и чеснок я буду обжаривать на растительном масле. Вот так вот красиво я, знаете, как это вот... Есть такой шеф-повар, ну, срет, он, знаете, так солит через руку. А я вот так буду красиво лить масло. В следующий раз я заберусь на стремянку, буду оттуда лить масло, чтобы было эффектно. Вот так вот. А-а-а-а. Хорошо. Масло полил. Поэтому, что я делаю? Я беру лопаточку и... Обжариваю. Обжариваю лук, чеснок. Это первые ингредиенты, которые я кинул, для того, чтобы они хорошо обжарились, чтобы был аромат. Немножко специй, немножко хитрости. Хорошее настроение, и у вас получаются блинчики чимишанго. Ха-а-а! Так, уже что-то на японском заговорил, ну, ладно. Итак, обжариваю лук, чеснок. Теперь, курица. Курица. Курица туда же идет. Обжариваю курицу. Обжариваю курицу. Посмотрите, вы, наверное, обратили внимание, на какой посуде я готовлю. И на какой варочной поверхности я готовлю. А вот на варочной поверхности я готовлю, называется варочная поверхность скертинг. Прекрасная варочная поверхность, 4 зоны нагрева. Есть зона расширения, есть также, смотрите, если вы хотите приготовить, не как вот я такую курочку маленькую делаю, если вы хотите приготовить большую курицу или большую утку, здесь есть специальное расширение для утятницы. Есть, значит, четыре зоны нагрева, как я уже сказал, можно выставлять таймер до 99 минут. И в это время смотреть любимые программы с Владимиром Павловым на телеканале Еда, и у вас ничего не сгорит. Поэтому, если вы хотите профессионально и вкусно готовить, используйте технику Кёртинг, и у вас всё получится. Ну вот, у меня уже всё получается, я обжариваю цыплёнка, цыплёночек мой. Я просто курицу всё время называю цыплёнком. Как-то вот у меня так повелось, хотя меня за это всё время ругают, говорят, какой цыплёнок, какой цыплёнок, говори, курица, Павлов, ты что? Поэтому, ладно, курица, курица обжаривается, смотрите, копчёная курица обжаривается с луком, с чесноком, ой, как вкусно пахнет. Теперь я добавляю сюда томаты, томаты, конечно, помидоры, они же томаты. Обжариваю это всё. Опа, опа, смотрите. Смотрите, как здорово. Всё это обжаривается у меня. И теперь, и теперь я добавляю сюда немного, добавляю сюда томатного сока. Как я уже и говорил, томатный сок. Так, добавляю сюда сразу соль. Добавляю сюда сразу, конечно, правильно, Тамара Ивановна, правильно вы сказали, перец добавляю. Вот вы уже всё знаете. Добавляю перец. Ну что, какие ещё специи добавить? Какие ещё специи добавить? А какие я добавлю специи? Какие у меня есть на столе? Какие у меня есть на столе, а у меня есть что? У меня есть паприка красная. Паприка красная, паприка прекрасная. Добавил паприку. Дальше, что я добавляю? Я добавляю кумин. Очень хорошо во все мексиканские блюда идет кумин. Идет кинза свежая. Идет петрушка даже, да, только укроп туда не идет. Не идет укроп, не встречал ни разу укроп в мексиканской кухне. Поэтому сухой кумин я высыпаю. Я его, естественно, растираю в порошок для того, чтобы специя лучше разошлась. Вот так, видите? Смотрите, я сотру тебя в порошок, можно говорить, да, и все обязательно получится. Вот сюда, смотрите, оп. Вы думали, наверное, я прям ступку туда брошу, да, и все будет нормально. Так пойдет. Вкусная штука получается. Если вы любите острое, вы, конечно, сюда добавьте какие-нибудь острые еще ингредиенты. Вы можете сюда добавить острую паприку, вы можете добавить сюда чили, перец. Вот. Здесь уже, на самом деле, дело вкуса. Я просто не буду делать сегодня слишком остро. Потому что я готовлю все-таки не только для себя одного, я готовлю еще для своей гости, которая ко мне скоро придет. Очаровательная Алена Изюмская. Поэтому острое я слишком сильно не буду делать. Все-таки дама, как она относится к острому, я не знаю. Добавляю рис. И, по большому счету, все. Я снял с плиты. Посмотрите, вот такая получилась у меня заготовка. Теперь осталось добавить немного кинзы. Кинзы, кинзульки. Так. Добавляю кинзы. Достаточно так крупно, да? Достаточно крупно я добавляю кинзы. Так. И много кинзы я еще оставлю себе на украшение. Думаю, себе оставлю немножко кинзы еще. Все. И получается у меня здесь вот такая вот заготовка. Когда у меня лепешки вместе с начинкой уедут в духовку, я буду делать соус гулкамоли. Поэтому здесь все будет очень-очень просто. Итак, главное завернуть блинчики. Значит, сыр. Сыр. Натираю сыр. Сыр вы можете здесь брать любой. В данном случае у меня какой-то вот сыр. Я даже не знаю, что за сыр у меня. Твердый сыр какой-то, да? Можно взять сыр чеддер. Здесь хорошо очень пойдет. Потому что вообще сыр чеддер, конечно, очень часто используют в мексиканской кухне. Но если у вас нет сыра чеддер, то я думаю, что не стоит вам грустить по этому поводу. Можно обойтись и без него. Поэтому сыр я натираю. Добавляю вот сюда. Уберу его сразу же, чтобы было все. Хорошо. И теперь мне надо завернуть начинку в лепешки. Значит, смотрите, что касается этих лепешек. Эти лепешки достаточно-таки плотные. Поэтому для того, чтобы они были более податливые, вам нужно их прогреть. Либо это можно сделать быстро на сковороде, либо можно это сделать быстро в духовке. Только главное не профукайте, иначе они у вас там поджарятся. Поэтому, смотрите. Быстро кидаю. Раз. О, они, видите, даже температура 200 градусов, они уже начинают даже сразу прижариваться просто уже к противню. Поэтому сейчас даже, может быть, решетки гриль появятся. Понимаете? Так, нежданно-негаданно появятся решетки гриль. Раз, два, три. Доставай. Поэтому достаю. Вот они уже стали мягкие, теплые. Горячие даже такие, да? Все, и теперь можно уже заворачивать. Можно уже заворачивать начинку. Главное, ее класть немного, потому что иначе просто можно будет не завернуть. Все должно быть культурно. Так, начинка положена. Дальше сыр. И вот именно для того, чтобы эти блинчики не были сухими, для того, чтобы они не были сухими, я буду делать отдельно для них гуакамоле. Это будет как соус, понимаете? Поэтому вот так я их подворачиваю аккуратно. Так. Получаются вот такие вот симпатичные блинчики. Блинчики чимичанга. Какая разница, как назвать? Нет никакой разницы, понимаете? Все равно будет вкусно. Вкусно будет сто процентов. И теперь, что я делаю? Теперь я беру противень. Я просто поставлю их запекаться. Швом, конечно же, вниз. Иначе они у меня разойдутся, расстегнутся. И что я еще сделаю? Для того, чтобы они были у меня такие же красивые, как я, я немножко посыплю их сыром. Очень похоже на буррито. И многие скажут, да, что он там лепит, буррито готовит? Что ты там не придумал? Просто на самом деле очень обширная и богата мексиканская кухня. Поэтому здесь очень много вариаций различных. Можно делать с рисом. Буррито делается с фасолью. Пожалуйста, на ваше усмотрение. Смотрите, значит, 5 минут 200 градусов я ставлю эти блинчики в духовку, чтобы они у меня были блестящие, загорелые, красивые. Опять же, как я. Я немножко поливаю их маслом. С маслом они еще лучше запекутся, еще лучше будет корочка. И все. Теперь главное не профукайте, точнее, я главное не профукать, потому что я ставлю их на 200 градусов в духовой шкаф. Ну что ж, и теперь, чтобы не терять время, потому что его осталось, в принципе, немного, сейчас я буду делать гаукамоле. Гаукамоле делается очень-очень просто. Смотрите, значит, что я беру? Авокадо. Сейчас его быстро помою только. Авокадо. Авокадо бывает разное. Главное, авокадо берите, чтобы вот так палец вот так вот прожимался у вас, видите? И тогда вы будете уверены в том, что вы взяли действительно качественный продукт. Смотрите, оно мягкое, смотрите, пюре просто, да? Его, знаете, как делать? Можно прям ложкой вот так взять. И оно, смотрите, вот, оно уже готово. Посмотрите, какое классное авокадо. Вот именно такое авокадо, если вы возьмете в магазине, тогда у вас будет действительно очень крутой гаукамоле. Немного красного лука. Красный лук. Красный салатный лук я использую. В данном случае вообще здесь крымский лук. Он очень сладкий. У вас не будет после этого лука какого-то серьезного, активного, неприятного запаха. Поэтому здесь красный лук, он прям подходит как никогда. Красный лук готов. Теперь немного оливкового масла. Отлично. Немного перца. Соли. И последнее, что я возьму, последнее, что я возьму, это будет, это будет лайм. Сок лайма, конечно. Если у вас просто есть, то, конечно, о чем тут говорить? Надо использовать лайм. Ничего не скажу. Поэтому лайм заходит сюда очень, очень хорошо. Смотрите, оп. Вот. Вот он настоящий соус гаукамоле. Осталось только теперь его немножко привести в божеский вид. Я пришла в гости. Здравствуй, Владимир. Здравствуй, Алена. Даже так сегодня... Ну да, хотел сделать. Да лучше я. Так, ну привет. Привет. Я принесла тебе сорга, потому что я хочу заварить чаю. Да ты что? Чай с лимончиком решила, да? То есть с обычным лимон тем мало, ты решила использовать лимонную траву. Я знаю, что ты не любишь банальное. Ой, не люблю я все. Банальное, не люблю. Да и мне кажется, наши зрители уже не любят просто это. Наверное. Поэтому я решила, ну вот как-то вот тебя удивить, порадовать. Поэтому, смотри. Так. Зеленый чай. Зеленый чай. Сорга. Сорга. Лайм и мед. Ой, замечательно. Слушай, я тебе могу честно сказать, что, конечно, с лимонным сорга, это, ребята, в хорстонародье лимонная трава называется еще, да? Я знаком. Потому что все-таки это том-ям. Он родимый. Да, никто не отменял. Но чай с лимонной травой я никогда не пил. Да ладно, правда? Я никогда не пил, нет. Поэтому давай. Мы исправим, мы это исправим. Прямо сейчас. Удивляй меня, Алена. С удовольствием. А тем временем я достаю. Вот такую вот штучку. Ну, собственно, чай мы будем пить с этим. Да. Чай с блинчиками, да? Почти. Я знаю, что в твоем сухом шкафу. Так. Откуда ты, во-первых, это знаешь? Ты что, была здесь, когда меня не было, что ли? Ну, я забываю тебе напомнить, что я же здесь не первый раз. А, ты здесь не первый раз. Так, интересно. Поэтому я знаю, что у каждой уважающей себя хозяйки есть сухой шкаф. А у хозяина тем более. Поэтому открывай и доставай мне мед и чай. Абра-кадабра. А-а-а. Отлично. Действительно есть мед. Да. А еще у тебя есть чайник. Действительно есть чай. Супер. Супер. Хорошо. И есть такие правила, наверное, всем-всем знакомые и известные. О том, что зеленый чай нельзя заваривать очень горячей водой. То есть крутым кипятком. Поэтому как насчет воды в 80 градусов? Ну, мы с тобой, повара, мы же с тобой знаем, когда в 80. Да. Давай посмотрим. Наверное. Ты любишь сметану вообще? Ешь сметану? Да. Смотри, у меня какая густая, хорошая сметана. И мне сметана будет нужна, знаешь, для чего? Расскажи. А мне сметана будет нужна для того, чтобы уже презентовать тебе мои замечательные блинчики. Смотри, у меня такие веселые тарелочки есть. Действительно очень веселые. Я понимаю, что я без тебя не справлюсь. Его нужно раздавить. Раздавить? Вот прям, вот знаешь, как со всей силы так мужской раздавить. Вот так, да. Ай, как здорово. Раз. Да. Чай с лимоном сорка. Вот это что-то будет интересное. Это здорово, правда. Держи. Спасибо. Я возьму у тебя лайм. Я помню, что у тебя в холодильнике все мытое. Да. Супер. У меня холодильник все моет. Слушай, это волшебный холодильник, конечно. Так, смотри-ка, в четыре руки-то. И красота, и лепота. И лепота. Слушай, ну это мы... Это мы даем. Да, слушай, это мы даем. Смотри. Значит, что ты делаешь? Рассказывай. Я нарезала три ломтика лайма. Так. Сейчас я его буду... Сейчас я буду его опускать в чай. Но мне нужен кипяток 80 градусов. Так вот он уже практически, мне кажется, скоро подойдет. Я, да, потрогаю рукой, что там у нас происходит. А я тем временем выкладываю. Слушай, здорово. Смотри, выкладываю гуакамоле. Слушай, необычно очень. Да, не ел так никогда? Неа. Буду прям вот сейчас с большим удовольствием пробовать. Так. Хорошо. Нашла у тебя мяту, и буду ее использовать. Хорошо. Да, здорово. Сразу нашла, использую. Так. Смотри, какой у меня тут наборчик. Наборчик у тебя, да, значит? Наборчик, да. Ни одна, а ты зелень ущеголяешь. Я тоже, смотри, у меня тоже все готово уже. У тебя кинза там? Все. Класс. Так, а у меня здесь мяна. У меня все готово осталось. У меня вот тут сырок остался. Можно его погрызть. Да, пока я уже... Так, что я рассказываю, значит... Вот, смотри, мята, сорга, который ты подавил очень профессионально. И прям молодец, класс. Я бы так не смогла. Я обучался там три года. Боже мой. Давить сорга. Да ты что, правда? Так. Не тому я училась. Так, и дальше вот мятка. Вот чайник надо останавливать. Так. Потому что надо 80 градусов. Так. Абракадабра. Абракадабра 80 градусов. Так, теперь, что я всегда делаю, когда завариваю чай? Я грею чайник. Для чего? Чтобы температура воды не опускалась ниже. Ну, это как тарелки перед подачей погреть. Ага, то же самое. Интересно, интересно. Так. Смотрите, сколько интересного, да? Теперь в теплый чайник я опускаю всю вот эту красоту. Мне нравится, знаешь, что у тебя не просто чайник, а у тебя френч-пресс. Да. Потому что все вот это останется внизу. Там, где и должно. Так. Мы с тобой как? Не будем сейчас чефир делать. Не будем чефир делать. Так, слушай, это точно зеленый чай? Я надеюсь, что мы никогда не будем чефир делать. Две ложечки. Две ложечки. Вообще, обычно я кладу две ложечки и на чайник. Но поскольку сейчас мы делаем с тобой лайт вариант, то две ложечки достаточно. Так, вода. Вода. Нужной температуры. Ммм, какой зеленый красивый чай получается, слушай, а? Красота какая. Если дать ему настояться, то его даже можно пить холодным. Слушай, ну это вообще круто будет, конечно. Мята там, лайм, сорбит. Да, вообще классно. Это круто будет. Я видела там у тебя чашки, давай-ка я их возьму. А он не знает, где чашки, а я знаю. Ммм, ммм, оп. Ты все знает, а? А, я глазастая. Ах ты какая глазастая. Корми меня. Пожалуйста, присаживайся тогда. Давай. Чашечки взяла. Чайничек взяла. Чайничек взяла, а я беру, значит, блинчики. Блинчики. Вот такие красивые блинчики, которые как раз, мне кажется, подойдут, очень хорошо подойдут к твоему замечательному пряному чаю. Супер. Так, вот так мы сделаем. Так, о, какой цвет пошел. Ммм, ммм. Опа. Точно, откуда ты знаешь? Я это видел по твоим глазам. Здорово. И мне хватало немножко меда. Слушай, правда, ведь не хватало. Да, поэтому клади. Позволь я за тобой поухаживаю. Ой, я так люблю, когда за мной ухаживают девушки. Ложечку две. Ложечку. Отлично, пожалуйста. И ложечку я тебе там и оставлю. Хорошо. И себе. Ложечку. А тем временем я. Давай. Резану. Да он же красавец у тебя. Прям есть жалко, честно-честно. Да. Так. Так. О, курица копченая, копченая. Очень люблю копченую курицу. Да? Ты знаешь, мне кажется, ее куда ни добавь, она везде ну так хороша, сказочно. Да. Ни одно блюдо не испортишь, где есть копченая курица. Правильно? Угу. Угу. Да, горячо. Ну что? Ой. Ну давай. Угу. Неожиданно. За встречу. Да, отлично. За такую вкусную. Ну что? Ну что, слушай, очень хороший чай. Мне очень понравилось. И ты знаешь, очень хорошо сочетается с блинчиками, с этим, потому что и блинчики сами все такие пикантные, интересные. И еще вот этот напиток, он их очень сильно дополняет. Как бы, знаешь, вроде как бы блинчики с чаем, но вроде как бы не блинчики, вроде как бы такой не такой уж и простой чай. Согласна. Вообще чай перекликается с гуакамоли. Да. Идея у меня была такая. Слушай, ну здорово, здорово. Поэтому большое тебе спасибо. Большое тебе спасибо, да. Дорогие друзья, ну что ж, это был дежурный по кухне. Меня зовут по-прежнему Владимир Павлов. В гостях у меня была Алена Изюмская. Мы сегодня вкусно ели и вкусно пили. А вам я желаю приятного аппетита. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!